хороший вопрос андрей андреевич судя по вашей философии становится непонятным как же могут быть богатыми люди люди которые воруют в большом количестве будучи руководителями какой-нибудь там исполнительной власти и для кого же не секрет что ворует до воруют во все века всегда даже я не помню по моему кто-то из знаменитых прозаиков по моему ну я не боюсь ошибиться нет гипотетически подразумеваю кто может быть может быть федор михал и знаете но может и нет говорили о том что а в нашей а это по-моему даже с пушкиным было связано в нашей стране воруют воровать воруют и пьют пьют и воруют так и есть и такой вопрос как же эти люди которые воруют и чувствуют себя потом хорошо им потом не кается им никак не сказывается на них почему они это делают я могу сказать своей жизни мне приходится очень часто общаться с такими людьми это люди которые осознанно воруют то есть они знают что они воруют строят или делают из страны финансовую пирамиду от которой они точно понимают когда-либо обвалится и уже есть кризис и не буду говорить о какой стране говорю и эти люди максимально стараются как бы прикоснувшись к тому что они считают джекпотом то есть это для обычных людей есть государственная власть а для людей которые попадают государственной власти для них это джекпот то есть они к этому так и относятся то есть когда они туда попадают они не понимают чем им нужно заниматься они понимают что им должны давать или они должны воровать или они должны куда-то носить но это не говорю о наших странах в которой мы живем это конечно же не так наша власть хорошие поговорю каких-то чужих странах и и общаясь с такими людьми я очень давно заметил глядя на таких людей постоянно наблюдают за тем что эти люди постоянно вечно недовольны чем-то у них нет ну не минуты прямо какой-то радости их что-то все время гложет у них вот внутреннее состояние постоянно и что-то гложет их постоянно ощущение такое тревожит знаете и так далее как бы ни происходило и чтобы не происходило это все время есть у меня был такой знакомый он очень знаменитый и богатый человек очень многого достиг и вот мы с ним ездили отдыхать во францию после этого я там был близок в их семье он занимал очень большие посты и так далее я вот все время наблюдаю говорю ну что такое с вами ну вот почему вас что-то все время тревожит почему вас что-то все время тревожит он говорит ты знаешь я не могу с этим справиться мне все время как будто что-то должно произойти как будто что-то вот у меня все время что-то тревожит я сам себе вот внушение делаю ничего не будет все нормально вот все хорошо успокойся там выпиваю периодически отвлекаюсь на детей но все равно вечером ложусь и меня тревожит во снах тревожит и так далее и говорит я не знаю как этим справляться когда я начал более широко работать с такими людьми таких клиентов у меня всегда было очень большое количество я популярен в этих кругах очень популярен в странах россии украины белоруссии казахстана я имею большой еще и узбекистана имею огромную популярность среди эшелонов власти и один из президентов которые были не скажу какой страны хотел даже выделить из бюджета для меня определенную сумму денег представлять и что же такое происходит с ними дело в том что во всем виновата внутреннее подсознание вот это подсознание которое есть у человека хоть я не особо в него верю я его называю обычно душой или внутренней душой вот это подсознание оно все равно заставляет человека где-то виде такого тонкого червя в середине ковыряться и говорит что ты же все равно своровал ты же все равно обманул ты же все равно это сделал незаконно это зерно оно дает свои плоды и эти люди они чтобы не происходило как бы вы визуально не наблюдали за тем как человеку весело какой он счастливый как он себя ведет на каких машинах он ездит у него всегда вот этот черт в середине он будет его подтачивать и у них все время у всех одна и та же болезнь которую они обычно называют как кошки скребутся это у всех увв и увп и вв второго и там у всех его в от и увн и так далее и у одни вы видеть то есть у всех этих людей обязательно людей которые по крупному воруют которые это делают осознавая это у них все время будет ощущение будто они в середине ждут вендеты ждут наказания ждут опасность и они никогда не могут расслабиться они напряжены всегда это сто процентов я вам говорю как человек очень давно наблюдающий за такими людьми потому что они являются моими клиентами как бы они внешне не проявляли своего там благоразумие яркое состояние там благополучия там вот здесь у них плохо верующие неверующие ворующие чувствуют себя плохо это на всю жизнь до самой самой старости и не могут они их это гложет она забывается но гложет их подсознательно все равно поэтому какой вы выберете путь вы готовы идти туда и воровать если готовы воровать и потом думать что за это принесете ответственность никто ответственности не понесет за так система устроена она создана для того чтобы воровать но все устроено так что их она мучает а вас нет вы живете у вас мало еды возможно вы плохо живете у вас там не хватает на препараты но у вас ничего не гложет вы можете запросто лечь и лежать перед телевизором клацать они не могут они не могут пришел ложится вскакивает его что-то мучает но надо срочно кому-то звонить писать что-то читать что-то выискивать они не могут расслабляться у них это вечно вот такой у них сложный путь а теперь смотрите очень часто люди бедные начинают завидовать богатым когда допустим даже не завидовать а начинают там допустим к чему это говорю недавно я смотрел такое видео и там в этом видео одна женщина говорит мы можем как магия взять и допустим отнять энергию у богатого человека для того чтобы быть потом самими богатыми людьми вот смотрите богатый человек и бедный человек они разные вибрации у богатого человека больше комфорта отдыха и он чувствует состояние спокойствия у бедного человека больше агрессии больше элемента выживания он чувствует бесконечную опасность ему необходимо выживать когда человек с низкими вибрациями начинает завидовать человеку очень богатому то он делает для него большую помощь какую он забирает у него вот эти панические атаки которые возникают у человека из-за того что он у кого-то что-то своровал именно поэтому нельзя завидовать богатым потому что после этого начинаются панические атаки кстати так не по теме чуть-чуть по здоровью обратилась ко мне женщина я ни для кого не секрет очень много лет занимался тем что принимал людей на протяжении более чем 12 лет я в своем офисе на шатару ставели сначала это было в городе венеции потом я ездил в город харьков потом еще в разных городах даже в россии в тюмени и владивостоке и там еще где-то москве новороссийские там екатеринбурге где только не находился и принимал людей проводил маленькие встречи такие принимал после этого людей делал это совершенно бесплатно и можно сказать что это сформировало мой определенный я его называю физиологические возможно или такой физик физиологические патологоанатомический опыт вот которые позволяют мне делать выводы я могу сказать вот и у меня есть вот такой вывод смотрите если в женщине допустим 75 килограмм вернее если в женщине рост метр семьдесят и а убрать допустим метр и оставить 70 килограмм то в случае если женщина худеет и становятся худее чем 15 килограмм от данного веса то у нее начинаются панические атаки если добавить к этому два килограмма начинается проблемы варикозов на ногах если еще два килограмма добавить то начинаются проблемы с эндометриозом но уменьшить вернее если еще уменьшить то начинаются проблемы с сердцем если еще уменьшить проблемы с головой и проблемы демилинизации коры головного мозга таким образом женщины которые имеют вес от своего веса минус 15 килограммов то есть у них допустим метод 65 вес должен быть 65 или до минус 15 килограммов если эти минус 15 килограммов есть знайте вы себя ломаете ни в коем случае этого не делать это такие наблюдениях сейчас опишу в книге вот сегодня собственно целый день этим и занимался страниц наверно 20-30 написал когда-нибудь выпущу естественно не завидуйте богатым потому что человек который бедный забирает у богатого вибрации страдания которых у него немного а это страдание потому что он украл тем самым человек может стянуть но панические атаки после этого человек живет после этого посмотрел на богатого человека это мой так рассчитался под люка что это такое там и так далее у человека потом выходит такая женщина живет у нее начинаются панические атаки депрессивные эпизоды и так далее